Штаб Всероссийской молодёжной патриотической организации «Волонтёрская рота» боевого братства открылась в нашей республике. С открытием отделения молодёжный актив поздравил глава государства Анатолий Бибилов. «Я был в Мариуполе, где я видел работу «Волонтёрской роты» боевого братства, как они помогают тем, которые сегодня остро нуждаются в помощи молодых людей, в помощи именно внимательного отношения. И я думаю, что встав в ряды этой волонтёрской роты, вы действительно приобретёте очень много для себя. Ведь мы никогда не оставались в стороне, какие бы трудности ни были, мы всегда были на передовых. И молодые ребята, которые сегодня на передовой в проведении специальной военной операции, и на передовой в помощи тем людям, которые нуждаются. Я уверен, что вы покажете себя достойно. Я уверен, что вы всё сделаете для того, чтобы мы вами гордились». «Волонтёрская рота» создавалась с целью оказания помощи определённым слоям населения, участникам Великой Отечественной войны, людям с ограниченными возможностями. Кроме того, они будут осуществлять уход за памятником и защитником Отечества, поисковые экспедиции, массовые патриотические акции, организовывать культурные и спортивные мероприятия. «Хочу вам сказать, что в ходе вашего участия в нашем движении «Волонтёрской роты Боевообразного» вы узнаете очень много интересных людей, найдёте друзей, приобретёте незабываемый опыт, который пригодится вам в жизни, и, может быть, вы найдёте себя. «Хочу вам сказать самых тёплых и самых душевных слов, удачи, успехов на этом пути. Добро пожаловать в волонтёрскую роту». Стать волонтёром молодёжного патриотического движения могут стать все желающие от 14 лет. «Здесь есть руководитель местного отделения Ахсар. Я думаю, к нему можно обратиться. Также уже, скорее всего, созданы страницы в социальных сетях ВКонтакте, в Инстаграме. Можно будет написать администратору, и любой желающий от 14 лет и до бесконечности может стать членом нашей организации. У нас, в Санкт-Петербурге, наша организация за год проводит более 120 крупных мероприятий, где участвует большое количество человек. Я очень надеюсь, что здесь, в Южной Осетии, будет не меньше точно, потому что ребята здесь очень активные, очень яркие. Я вижу огонь в их глазах и вижу желание работать». Молодёжное движение наладило организационную работу по доставке гуманитарной помощи из России на Донбасс и освобождённой территории Украины. Активную работу будут вести и участники организации из Южной Осетии. Впереди у молодёжного актива ряд запланированных мероприятий. Анжела Кукоева, Арнольд Харибов, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня.